С началом сели со стороны Министерства чрезвычайных ситуаций были предприняты оперативные меры. В первую очередь была произведена эвакуация жителей в безопасные районы. В результате селя 42 жилых дома, дворы были затоплены. В селе Бустун у нас были берегокруппительные и подпорные стены. Из-за большого объёма воды они разрушились, после чего оперативно начали проводить эвакуацию жителей. Так, за полчаса мы перевезли в безопасное место 300 семей. Акима Мошев, житель села Бустун, в результате селя, его двор и всё хозяйство оказалось под водой. Мужчины отмечают, что это далеко не первый случай. За пять лет это уже четвёртый случай селей. В этот раз объём селевого потока был очень большой, из-за чего даже комнаты в домах были затоплены. На этом участке жить уже невозможно. Единственное отрадно то, что наше жильё застраховано. Если бы государство оказало нам поддержку, мы хотели бы переехать. С началом непогоды мы уже начинаем переживать и беспокоиться. В регионе ведётся активная работа по предотвращению последствий сели. Сотрудники соответствующих органов очищают дома, хозяйство, социальные объекты, а также рыки и каналы, оставшиеся под силем. Для этих целей была привлечена вся необходимая техника МЧС. Такие же работы проводятся и в Таласской области. Сель разрушил домохозяйство жителей сел Лагу Кашат, где сейчас ведутся чистительные работы. Эта ситуация показала нам, что срочно нужно приводить в порядок региационную систему. Жители часто оставляли мусор в каналах и орыках. В итоге всё это нам и вернулось. В настоящее время в регион была привлечена необходимая техника. Представители МЧС оценивают объёмы ущерба от сели. Мы проводим подворовой обход, подсчитываем ущерб, нанесённый в результате сели. Самое главное, здесь жертв нет. В селах Кукташах, Джар-Карасон Таласского района и в селе Арчагюль Айтматовского района произошло наводнение. На ремонт разрушенных мостов в срочном порядке будут предусмотрены средства из фонда развития Таласского района. Кундуз Катаева, Илья Струбай, Улуц, Алика Сареева, Алихан Арстанбеков, Нойка Сабрахманова, Аллатун, 24.